Смена конституционного изменения Конституция никакого значения для нас не имеет, как не имела Конституция все эти годы, когда она считалась действующей, а реально она не действовала. И сколько мы не ссылались на третью статью или на какую угодно еще, это все в судах было смешно. Ссылка на Конституцию нигде и никогда не работала. Потому что есть же законы, по которым судят, а есть еще и то, что сверхзакона, когда закон можно отбросить. Иерархия прямо обратная. Поэтому Конституция для нас так она будет. С госсоветом, без госсовета оккупационная власть от этого не изменится, какую бы Конституцию они не приняли. Поэтому предлагаю не участвовать в обсуждении, когда спрашивают, какая вам Конституция лучше, нам лучше вообще без вашей Конституции. Примерно так. Это ваша Конституция, вы ее, даже вы ее не соблюдаете, хотя считаете ее вашей, а она не наша. А мы, поэтому, если чего и соблюдаем, то просто из общих соображений, как стоит прилично жить. И второе, состав правительства. На глаза, конечно, попадаются какие-то выдержки из биографии. Это правительство хуже, чем предыдущее, это предыдущее хуже, чем предпредыдущее. Или просто они все одним миром мазаны. Это сплошная русофобия и варива. Потому что Чайка ушел, но одного русофоба на другого сменили. Какая разница? Поколения меняются, но у них в запасе еще подобных негодяев предостаточно. Все равно они Россией не собираются управлять. Поэтому, когда мы говорим, что этот цикл закончится, новые какие-то придут, новые метла, может быть, какие-то изменения. Нет, они не собираются управлять Россией. Россия для них не существует. Для них существует Российская Федерация, некий проект обогащения их узкой группировки. За счет всех остальных. И от этой концепции никуда они отходить не собираются. Вопрос в том, что мы. Например, мы можем начать обсуждать ситуацию в русском движении, но на поверху-то, оказывается, у нас от русского движения осталось совсем ничего. То есть, самих себя можем обсуждать, самоедством заниматься, как у нас частично на съезде и произошло. Либо другие организации обсуждать, что в них хорошего, что нехорошего. Ну, хоть какие-нибудь, да и есть, и слава богу. Поэтому лучше тоже воздержаться от такого обсуждения. Можем обсуждать о том, какое должно быть русское движение, если вдруг русские почему-либо начнут в это русское движение вступать, в нем участвовать, что-то обсуждать. Ну, по факту сейчас мы-то с вами уже много чего обсудили, и повторяться скучно. Если новые люди придут, может быть, мы заново какие-то темы должны были бы поднять. И единственное, что мне кажется подлежит обсуждению и стоит обсуждать в порядке распространения своего мировоззрения, это как раз что такое, что есть русское государство, о котором мы мечтаем, что есть русская мечта. Русская мечта – это не то, что назовут мечтой, как я знаю, в Кремле готовятся к тому, чтобы был у нас проект «Русский мир», он тихонечко сдох, вот так, чтобы о русском никто ничего не говорил. Вот теперь готовятся запустить проект «Русская мечта», и вот мы все должны стать таким мечтателем. Наша мечта от их мечты отличается самым радикальным образом, и о ней мы можем говорить. О русской мечте, какое должно быть русское государство, русское общество и русский человек, которого сейчас найти крайне трудно, потому что большинство предпочитает почему-то вспоминать о советской власти, при которой якобы жилось очень хорошо, и мечтают туда вернуться по одной простой причине, что это обоснование того, почему можно разграбить эту олигархию и самим как-то поживиться. У нас установка другая, мы, конечно, хотим олигархию уничтожить, но не для того, чтобы разобрать по карманам все национальное достояние, которое они украли, и разойтись в разные стороны, и тогда от России не останется ничего. Мы выходили в свое время с лозунгом «вернуть и приумножить», то есть не отнять и поделить советский социалистический принцип, а вернуть и приумножить. То есть мы не против богатства, когда это трудовой капитал, когда он заработан, честно и по закону. А те люди, которые сейчас являются богатыми, считаются богатыми, это в основном, конечно, люди, которые бесчестным путем приобрели свои капиталы вовсе не талантом предпринимательским, вовсе не организацией производства, не выпуском новых товаров, не созданием новых рабочих мест, а просто тупым воровством. Все эти гении менеджмента, которым выплачивают из госбюджета какие-то колоссальные суммы, это просто воры, и мы так их и должны называть, их там, этих Миллеров, Сечиных и прочих, прочих, прочих. Поэтому если их потрошить начнут, мы это не против, но мы должны быть против того, чтобы то, что у них выпотрошили, перешло бы в руки новой советской коммунистической номенклатуры, которая тут же из тех же самых олигархов и образуется. То есть те, кто вовремя сообразят, забегут снова с тыла, просочатся в первые колонны и снова возглавят какой-нибудь левацкий переворот. Хотя, честно сказать, я в это не верю, вот об этом тоже можем о прогнозах поговорить. Не верю я в том, что какой-то левый переворот вообще возможен. Я предполагаю, что все эти левые движения, левый фронт или там еще какие-нибудь новые, якобы, которые были, ротфронт, левый фронт, КПРФ, альтернативы КПРФ, все это проектирование из Кремля. Очень удобно людей, чтобы они не становились русскими, направлять туда вот в совок, в совок и в этот сатанинский коммунизм. Это отвлекает как раз от русского мировоззрения и схлёстываются бывшие русские люди с все еще русскими людьми. Мы себя, наверное, все-таки считаем все еще русскими людьми. А они-то уже совсем не русские, они русскоговорящие. Коммунист не может быть русским по духу, он становится русскоговорящим. Ну, русская мечта слишком как-то громко сказана. Ну, я думаю, русский мир там, какое решение, через какой ключ, я уже говорил в частных беседах, можно так в общем кругу, какой рецепт, решение, вот, давно уже для себя понял, допустим, любую проблему если взять, допустим, зависимость человека от рекламы, там, вот это внешняя управляемость человека, его даже бытовое хамство. Ну, вот как решить вот этот весь комплекс задач, который стоит сейчас не только перед нашим народом, но вообще перед человечеством. И ключ какой-то есть универсальный. Универсальный заключается в том, это повышение, поголовное повышение интеллекта. Если сейчас мировая олигархия действует в ключе поголовной дебилизации, чтобы управлять массами, нужно, чтобы человек более сильно деградировал, превращался в такого, как говорят, в скарифицированный потребитель. Вот он умеет что-то делать, какую-то операцию, что-то в чем-то разбирается в узком там ключе. И вот именно в этом ключе сейчас идет развитие мирового человеческого капитала. А наше решение вопроса должно включаться совершенно в обратно. Поголовное повышение интеллекта. И это ключ решения всех проблем, стоящих и перед человечеством, и перед русским народом. И я думаю, именно в этом ключе и пойдет. Если же этот ключ не будет взят на вооружение, то нас ничего другого не ждет, как власть вот этих темных сил. Они этим и пользуются, тем, что человек достаточно интеллектуально не откован. Утомляемость, усталость, информационный стресс, это все решается одним, повышением интеллекта. Потому что человек закрывается от большого количества информации с утра до вечера, и ему уже не нужна русская цивилизация. Ему он просто устал. Он просто устал именно интеллектуально. Усталость интеллектуальная гораздо тяжелее переносится, чем физическая. И ему уже хочется просто поиграть во что-то там в смартфоне. Ему хочется там поумничать в соцсетях, лежа на диване. Но никак не читать какие-то книги, потому что интеллект его не натренирован настолько, чтобы обрабатывать серьезную информацию достаточно легко. Люди, которые обладают интеллектом, я надеюсь, это вот здесь присутствующие, они такие и есть. Тем достаточно и на работе выложиться, и домой прийти буквально достаточно 15 минут восстановиться, и взять хорошую книгу, и просто насладиться чтением. Наша мечта должна именно реализовываться в этом ключе. Человеколюбие, человекопонимание. Это все вкладывается как раз и в русский мир, и в православный мир. И хотелось бы, чтобы это было при нашем поколении. Работаю сейчас в фирме коммерческой. Я все время, когда анализирую, что за лидера, вот я думаю, ну почему же у нас в политике таких умных людей нет? Вот умные, квалифицированные, спаянный коллектив такой, друг друга уважают, все друг друга по имени и отчеству называют, независимо от возраста. Если у кого-то вопрос, то всегда отвечают. То есть такая вот солидарность есть. Вот она на лицо, в маленькой компании, в одном зале сидят 25 человек и взаимодействуют между собой. И я пришел к выводу, почему это происходит. Потому что это люди компетентные в своем деле и не выходящие за пределы своей компетенции. Вот тогда есть, то есть там есть возможность и интеллект приложить, там и нравственный закон возникает сам собой. То есть если его нет, то тогда просто компания рассыпается, и все. И тогда руководство говорит, что ты пришел, ты начинаешь там рушить. И такие люди автоматически отсеиваются. И вот если человек не выходит за пределы своей компетентности, он может проявлять, то есть может повышать интеллект. А как только вот у нас появляются специалисты во всем, от футбола до ядерной энергетики, то тогда никакого... То есть наоборот этот интеллект расплывается по разным направлениям. И человек обо всем сведущий, но ни в чем не разбирается. И тогда это вот удобно, его в любой точке можно зацепить, обмануть, направить в определенное русло. Естественно, если он мелко плавает везде, то он и в политике мелко плавает. И его легко превратить в идиота, человека, который подчиняется вот этому дурному ящику, где пропаганда ему каждый день тюкает и тюкает по голове. Хорошо, конечно, Сергей Михайлович сказал. Вот как-то все-таки это больше техническая сторона. Техническая сторона. Как нам к этой стороне подвигнуться, чтобы поднять интеллект массово? Вот как подвигнуться? Есть рецепты, есть у нас какие-то наработки в этом моменте. Да, говорим-то мы все хорошо. Вот и дело-то наше. Вот Андрей Николаевич тоже, так сказать, сравнил с фирмой. Фирма, ну это узконаправленная фирма, понимаете, узконаправленная. Русский вопрос, это многогранный вопрос. Кто его когда-то решил до конца? Никто, никогда. Фирма, это да. Там, в общем, какие-то базисные рамки существуют. Люди их понимают. Ну и присутствует материальный интерес, заинтересованность. Они там проще. Там намного проще в этой фирме. А вот в нашем вопросе, как это, как, я даже не представляю, как мы можем, когда против нас все, абсолютно весь мир против нас, против русских, то уже даже чувствуешь, что если у тебя есть совесть, тебе просто зацепят там где-то в очереди, в магазине, как-то тебя нахамят. Потому что они уже чувствуют нас, этих людей, оставшихся русских. Может быть, даже самим как-то еще измениться. Измениться в хорошем смысле слова. Чтобы наши усилия не были направлены внутрь нашего движения, внутрь нашей организации. А попробовать, подвинуть и себя попробовать в столкновениях с реальным врагом, который действительно противостоит. У нас как-то вот, мы с легкостью видим и замечаем друг за другом наши ошибки. Там, какие-то неправильные слова, что-то там, дела какие-то не очень удачно и с ошибкой сделаны. Сразу мы это видим, сразу к человеку предъявляем требования повышенные, ну, к своим, я имею в виду. Но поддержать его, направить, вдохновить. Вот такие люди нужны на сегодняшний день, я думаю. И родовое движение. Вот Андрей Николаевич правильно говорил в какой-то, я читал книге, что уровень сегодняшнего православия, это когда люди уже не осознают, что они холопы. И находятся под властью абсолютно маргинальных врагов наших. То, к чему я пришел. Во-первых, когда мы говорим о русскости, то мы понимаем, что существуют разные понятия. Можно говорить о русских по крови. С этим все понятно. Родители русские, какая-то там доля русскости. Мы не обсуждаем этот вопрос, он понятный уже для всех. Понимание русскости по гражданству. Ну, так как принято в западных странах. Американец, имеешь американский паспорт и американец. С этим тоже понятно, мы это не обсуждаем. Раньше была графа в паспорте, сейчас ее брали, там написано. У человека, может быть, он по крови, по своему миру ощущения, по своей душе, не являясь русским. Тем не менее, у него в паспорте написано русский. Но, тем не менее, тоже такой подход существует, гражданский подход. И во многих странах он принят. Очень распространенный подход цивилизационный. Мне он, как бы, очень близок, наверное, вот в качестве фундамента, от которого дальше уже идет развитие русскости по душе, вот мне близок именно цивилизационный подход и подход такой самоопределения человека. Вот человек считает, что он себя относит к русской цивилизации, он чтит русскую историю, культуру, говорит на русском языке. Ну, не просто как бы это делает вид, да, но он в душе, он себя считает русским. И, наверное, я бы все-таки вот этот подход взял бы за основу, объясню почему. Как бы дальше следующий уже, следующий уровень, который, вот он достаточно сложный, это русский по душе. Очень много на этот счет написано. Там и Уменина, и Уменина, и Родяев Толстой, кто только не писал о том, кто является русским, да. Наверное, мы все сможем какие-то характеристики русскости именно по душе назвать. Все, как правило, они отталкиваются от того, что для русского душа и духовное выше материального. Вот, наверное, это вот такая основа, и из нее дальше пресекает все остальное. Ну, это отношение, такое обостренное отношение к справедливости, чести, какое-то вот миссионерство, там, возможно, внутренняя свобода и так далее. Вот это все, наверное, опирается на вот это вот исконное русское качество, духовное, душа важнее материального. И вера тоже относится к этому, и исконная православная вера тоже базируется на этом чувстве. Да, по вот этому последнему критерию, наверное, все-таки многих наших соотечественников, и которые себя называют русскими, наверное, по этому критерию сложно их отнести. Вот, но мы здесь должны с вами понимать, что вот сильных людей, сильных духом действительно подвижничек, подвижничек, таких вот с подвижническим складом, да, которые не реагируют и их не сломала вот та идеология, которая нам насаждается. Те, там, года, в которые мы жили совершенно другое дело, когда нам все время культивируют, что деньги, там, материальные, в чем смысл жизни, да, когда людям, ну, по сути, как вот большинство, 99% людей думать о душе, когда им, ну, в принципе, есть нечего. То есть хорошо думать о душе, когда тебе еще кушать, когда у тебя там все хорошо, ты можешь себя чему-то посвятить. Вот это надо понимать. То есть один, ну, я условно говорю, там, 1% людей, они от этого не зависят. И независимости от материального окружения, от пропаганды, от всего, что нас окружают, они все равно русские душой, они все равно не сломлены. И вот это вот духовное начало и отвержение материальных и всевозможных, вот, все, что нам навязывают, они готовы, это не воспринимают. Но большинство людей все-таки слабые, они обычные, вот, и мы должны относиться к этому с пониманием, относиться к этому снисходительным. Поэтому, наверное, все-таки считать своими, считать русскими, я, вот я лично для себя считаю таких людей, которые цивилизационно относят себя к русским. То есть у них глубоко все-таки наследственно, глубоко у них в крови это чувство находится. И для того, чтобы в людях оно победило материальное, тут требуется большая работа. Как вот, там, 80 лет работали в одном направлении, дальше надо работать в другом. Наверное, мы как-то, но тоже постепенно мы к этому приходим, если вспомнить себя, там, кем мы были, там, 20 лет назад, там, 30, когда все это не знали. К чему я призываю, что все-таки не отрубать и не отталкивать о себя тех людей, которых вот по нашим критериям не являются идеальными. Вот, в них все это глубоко спит, в них вот фундамент. Человек достаточно, что он начинает интересоваться, начинает спрашивать. Не надо говорить, да ты ничего не знаешь, там, все, иди отсюда, с ними надо работать. Но, конечно, таким образом мы сможем работать с единицами. Массово большинство наших сограждан, в них пробудить вот это чувство русскости можно, конечно, только придя к власти, используя все средства СМИ, используя воспитание с детства и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то, к чему я призываю, еще раз, относиться снисходительно, понимать, что надо с этим работать, как многие наши соратники, ну, из того же, там, Рида и так далее, говорят, ну, там, ни православный, ни русский пошел отсюда. С людьми надо работать, понимаете? Люди тоже сразу не выцерковлятся. Это тоже, это большая работа, нету готовых людей. Вот, и я поэтому призываю, в общем-то, относиться как к своим, а не как к врагам, понимать, ну, как к детям. С детьми их надо воспитывать. Прежде чем вырасти достойно взрослым человеком, ему надо вложить много сил, большое воспитание. А не отталкивать, там, ребенку три года, ты там ничего не знаешь, все, ты без того, ничего из себя не получится. Из такого человека ничего не получится. В России всю жизнь были, это сакральная земля, в России всю жизнь сбывались пророчества, всю жизнь, с изумительной точностью, они будут забываться и теперь. То, что был, однозначно, был на 20-й год, смотрите, оно свершается. Кстати, Макаря Ептонкина, я почувствовала больше в 98-м году, да, она совсем не знала, она пророчествовала, что в 20-м, если у нее это будет кровь, я думаю, что это будет. Кстати, Артем Андрея Антониевна, то же самое пророчество, но не в 20-м году. Успеха, так сказать, раньше 22-го, 23-го ждать не надо, по их пророчествам. Ну, я не знаю, я о том, что, что делаю, так я еще раз бы на знаниях, значит, что у вас написано. Я считаю, что сейчас единственное, что надо делать, и самое правильное, прекратить вот эти терки и заниматься и повышением интеллекта, потому что это нереально, это невозможно. Погоди без Бога, опять же, это вторичное. А сейчас необходимо под знанием партии повышать именно религиозную агитацию, именно религиозную, взывать кинетические памяти народа. Вот что сейчас надо делать. Без этого нет никакого русского народа и не будет. Его просто нет сейчас, он лежит где-то, валяется там на помолке. Ну, я хотел, конечно, присоединиться, прежде всего, к мнению Николая Владимировича и я просто... Александр Николаевич. Да, то есть, ну, абсолютно верное замысло, размышление, что, в принципе, никаких инструментов в руках для повышения интеллекта, для каких-то выступлений, для какой-то реальной политической деятельности, на сегодняшний день уже эти инструменты практически исчерпаны. Чтобы поднять там, будить русский народ, ну, вот сколько было в политике, мы все будили, будили, значит, и не добудились никого. Значит, понятно, что это дело бесполезное. То есть, пробуждение начнется тогда, когда будет социальный взрыв. Вот. Значит, по моим прогнозам, этот социальный взрыв произойдет не далее 22-24 года. То есть, с 22 по 24. То, что я, как бы, спрогнозировал на основе тех... Это пророчества на треугольнице. Я не читал пророчества никакие, значит, у меня есть свои, так сказать, источники для прогнозирования, вот. И была проведена работа, собственно говоря, с этим. Ну, безусловно, конечно, тушеночке надо запастись, потому что грозит впереди. То есть, сейчас идут уже публикации в СМИ, они дают, как бы, вбрасывают темы такие, с чем столкнется мир в будущем. Главное – это продовольствие. Убеждают эксперты, которые вбрасывают темы. Значит, грозит продовольственный кризис. Значит, возвращаясь к теме русского мира, я, как бы, от общего, лучших частного пойду. Вот мы зацикливаемся на русском человеке. А я бы начинал вот русской территории. То есть, вот что произошло после Крыма. Это была совершенно замечательная операция Крым, проведенная западными спецслужбами по отдаче Крыма России. Во-первых, Украина приобрела территориальные претензии. Во-вторых, с 2014 года, значит, средства массовой информации постоянно говорят об Украине. Потому что на Западе никто не знает, что такое государство Украины. Не знало. И все считали Украину, как и мы тоже, частью России незаконно отторгнутой, значит, как они считают, во время распада Союза. Распада никакого не было, конечно. Союз развалили. Это тоже была спецоперация, но он не сам собой развалился. Спецоперация давнишняя. Так что, я бы вот сегодня тему поднимал. Я помню просто, как начиналась эта операция Украины. Она начиналась с Газпрома. Это в начале 2000-х годов, когда председателем Газпрома или пресс-секретарем там был Медведев. Высокий такой парень из начальства. И вот там очередное новогоднее поздравление, что заставим мы Украину платить за газ или не заставим. Вот с этого началось противостояние с Украиной. Сейчас начинается противостояние с Белоруссией такой же. Благодаря там Транснефти, Газпрому и так далее. Всем этим бензином, нефти, газу и так далее. То есть, великий наш правитель, которого обозначают как чуть ли не гения внешней политики, значит, уже договорился до того, что в окружении России нет союзного государства. Даже Украину он умудрился сделать врагом. Значит, по очередному вбросу в СМИ, значит, относительно будущих военных конфликтов, то есть, какие могли бы быть у военных специалистов спрашивать, ну, значит, ответили так, что, возможно, локальные где-то взрывы такие, военные действия, но очередная площадка – это Украина военных действий. То есть, нас уже готовят к тому, что мы будем воевать с Украиной. То есть, мы должны все-таки выполнить предписание Бессмерка, что когда Россия начнет воевать с Украиной, вот тогда цель будет достигнута окончательно по уничтожению России. И с этого момента пойдет распад России. Для этого, кстати, существуют множественные партии, в том числе, как вы говорили, там, левые, правые, и какие угодно, и левые фронты, и так далее, которые заготовлены именно для того, чтобы начать дербанить Россию. Что, а вот у нас будет такой порядок в этой области, допустим, в Белгородской у нас будут правые, а в Рязанской области будут левые. И мы с ними начнем воевать для того, чтобы воссоединиться. Ну, благородная цель должна быть для гражданской войны, которую они хотят развязать. И, безусловно, я думаю, что страны НАТО зайдут сюда не как завоеватели, а как освободители. Они должны будут освободить нас от самоуничтожающей войны. Как миротворцы. Как миротворцы, конечно. Вот. Накормить людей. А что сейчас людям надо? Вот уже были всплески где-то на Урале, по-моему, что просили премьер-министра Канады присоединить какую-то область к ним. Потому что говорят, мы находимся на одной широте, вроде бы все в порядке, и земли у нас одинаковые, и минуты у нас одинаковые, а мы тут как бы ничего не имеем, а вы там вот как хорошо живете. Это тоже проталкивает с темы. Поэтому, а в России сегодня нет. Вот я как-то был тут на Бауманске, заходишь и прямо написано, там фронт и тыл, там единое целое, там какой-то лозунг. Вот у России сегодня нет тыла. Да и фронта нет. А фронт вокруг России, везде фронт. Везде фронт. Вот смотрите, Япония, значит, на японских военных базах уже появляется наступательное оружие США. В Сибири у нас Китай. Значит, на Волге у нас в Ульяновске, да, база НАТО. Ну и вот закрыли. А? Закрыли вроде. Ну, закрыли. Это временное закрытие, может быть. Законсервировали, может быть. В Москве у нас есть аэродром Астафьева, который, значит, не досматривается никем. Вот. То есть у нас, в принципе, все готово к тому, чтобы все это начать. Вот. Я думаю, что нам нужно все-таки сосредоточиться, то есть, ну, еще и на том, чтобы попробовать отвоевать Украину. Украина, она даже в советское время, она имела статус. Это была Украинская Советская Социалистическая Республика. Украинская. Это статус. А у русских в Советском Союзе статуса не было. Нет, ну, было русских в СССР. А это уже федерация. Это федерация. Куда входить? Это Татарстан, Чечня. Это федерация. Я об этом и говорю. У нас даже в советское время у нас статуса не было. Поэтому украинцы, они уже выросли до уровня государствообразующего народа. Нет, не выросли. Выросли. Нет, не выросли. Надо понимать, Владимир Александрович. Вот с любым украинцем поговори, и ты поймешь сразу, что он чувствует себя государственником. Они выросли после 2014 года. Значит... Они выросли раньше. Нет, они не раньше были. Сейчас я тогда закончу. Хорошо. Продолжен. Если будет дискуссия какая-то, можно поддискудировать на эту тему. Во всяком случае, я думаю, нужно отделять первое Украину от Зеленских, Порошенков и Бангаровцев. Украина. Киев – это мать городов русских. Мы пошли в Киевскую Руси. Это исконно русская земля. С украинцами, которых вы так тут как-то не тепло так о них отзываетесь, украинцы и белорусы, это русские. Кто сказал, что не тепло? Никто не сказал, что не тепло. Мы единая нация. Они такие же русские, как и мы. Но немножечко с искорезанным языком. Я только не считаю. Они считают. Поэтому я бы направил политические усилия сейчас, допустим, в пропаганде. К сожалению, я сейчас не участвовал. Ну и не участвовал какое-то время по определенным причинам. Но все-таки я бы направил сейчас такой политический удар, пропагандистский удар, потому что мы есть единый народ. Украина, Белоруссия и в России. Как раз тему поднял Николай Александрович очень хорошую. Вот нет русских своего дома. Вот русская федерация. Вот давайте организуем. Вот давайте. И вот с этого начнется раздербанивание России. Кто-то будет хотеть русское государство, кто-то будет хотеть сибирское государство. Но если позволят, может быть дадут. А может быть просто будет все гораздо мельче. Допустим, как в губернии Центрального федерального округа. Они очень мелкие. Поэтому здесь как раз подход, который предложил Николай Владимирович, не считать других людей чужими себе. При надвигающейся катастрофе, при очевидной надвигающейся катастрофе, я думаю, что нужно как-то попытаться вовне вынести вот эту мысль о единстве территорий, о единстве народа. И, конечно, религиозная пропаганда, я с этим полностью согласен. То есть начинать от Руси святой. Совершенно правильная угроза по поводу военных угрозов. Единственное, мне кажется, что это будет не Украина, а Белоруссия. Заметите, что батька Лукашенко в неделю назад сменил министра обороны, нестародие силы, министра внутренних дел, а еще только генералов. Не забывайте, что в сентябре у батьки Лыма. Вот не под это ли все с крем движется? Вот не к этому ли все готовится? Батька не просто так завернулась. И подготовка госсовета, а госсовет в 18-м году, действительно, Мальцеву еще неизвест, когда человек во Франции сидит, он же эту идею с ней носился. Помните, да? Он же говорил об этом в открытую, Мальцеву уже было непросто. Он же все-таки, это был проект одной из башен, он тоже неизвестный, вот володинский человек был. Не путинский, нет, Путин, он действительно, Люта не любил и не любит, но это был володинский человек, а именно Володин пришел на Госдуму с Евгением Савелью. Это и госсовет, помните, это и депутат. Поэтому Мальцеву это не скрывал, он озвучивал, сидит у себя, он сбудил в Одинцов, вот будет госсовет, вот на власть пойдем. Вот он, госсовет вышел боком, нам всем теперь, вместе с Мальцевым. Но мне кажется, что идея к ним такова, что госсовет, а госсовет означает союзное государство, никак не иначе, никак не иначе. Он еще теряет смысл здесь политический. Значит, а с кем? Ну, Украина, мне они очень близки, хохот, у меня все детство прошло на щель украинец. Значит, я вам скажу, что я не думаю, что это будет Украина, она слишком под контролем Соединенных Штатов и Европы, поэтому я думаю, что это будет как раз глюбаша, вот на это идет подготовка. Ну, в общем, Хрен Рябки не слаще, абсолютно жалко глюбашей, очень жалко, но, по-моему, его аппетит как раз в этом направлении будет свои подогревать. А под эту сурдинку, сейчас под обесие, патриотизм, проще сволочь. Вот это вот, а? Подарок. Вы не забывайте еще, я так сейчас хочу сказать, что на Украине, кроме там всех этих Порошенки, там американцев, там германцев, там же, так же, так и называют, там же и евреи, они очень сильны. И там даже более того, говоришь, что их хохлы очень не любят. Самое интересное, самое интересное, что есть разные хохлы. Одни не любят, а другие прямо их боготворят и говорят, как это так? Это такие выдающиеся люди. А, ну, значит, я говорю, ребята, это сволочь, ну что вы? Нет, 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 это разная Украина, есть восточная Украина, есть центральная, есть западная. На западной Украине действительно их нет. А в центральной, в центральной Украине, они там просто, так сказать, где-то, они в Девропетровске, где Южмаш. Первое, в чем не то, это обсуждать международное положение, но это очень-очень удобно, как, так сказать, для игры ума. Всякие пророчества, которые объявляют нам, что будет какая-то беда, они рано или поздно сбываются. То, что пророчества все сбываются, я абсолютно с этим не согласен, это нам кажется, это как, если мать все время думает о своем ребенке, что с ним что-то случится, постоянно думает, то с ним, естественно, когда-то что-нибудь случилось, и она, мать говорит, что да, и как бы вот сегодня с утра точно чувствовала, что что-то случится. И мы тоже все время чувствуем, что случится, что случится. Ну, наконец-то, война на Донбассе произошла. Так мы теперь чувствуем, что война будет, война будет, ну, где-то она еще раз будет, да. Поэтому это прогнозирование такое поверхностное. Вот, кровь, это один аспект. Второй аспект, что до нас без всякой войны уже забрали. Уже забрали. Уже здесь ничего нам не принадлежит. То есть, не надо наклейки на заборах там вешать, что это американская, это французская, это китайская и так далее. А реально уже забрали. То есть, то, что является национальным достоянием производственной мощности, природные ресурсы, они уже не наши. Они уже не наши. Они могут быть записаны за каким-нибудь там Газпромом, а реально Газпром банкрот. Все эти крупные корпорации, они продолжают существовать, потому что огромная собственность, ресурсы, государственная подпорка и так далее. Они все банкроты. И с них там уже все списано или находится где-нибудь под судом. То есть, все статусы зыбки. То есть, достаточно щелкнуть пальцами и все эти вывески можно переклеить сразу. И окажется, что здесь уже и по факту по юридической юридической стороне уже тоже будет отражена в том, что это все не наше. Но это не нужно. современный мир это мир фикций. То есть, нам говорят мощная российская армия и показывают какой-нибудь там один танк прошел, стрельнул, попал. Молодец. Мощная армия. Говорят, у нас гиперзвуковая ракета. Показывают для дураков. Значит, с самолета вываливается какая-то фигня и, значит, ускоряется с огромным факелом хлещущим из зада. У нас мощная армия. Ну, мы же все видели эти мультики, которые показывал Путин. Все это фикции. То есть, фикция обороны, фикция, там, ФСБ это фикция. Понятно, что никакой там государственной безопасности никто не преследует. Там, все эти крупные корпорации, это тоже государственная собственность на них является фикцией. владеем ли мы территорией? Да нет, сюда кто угодно может зайти, кто угодно. И бандиты заходят, да, это же легко переезжали в ИГИЛы, воевали там кавказцы, потом спокойно возвращались, на голубом глазу говорили, да там 2000 человек, граждан России воюют, а как-то они просочились через границу. Границы фикция. То есть, для нас не фикция, для нас создана система рабства, то есть, мы все в кандалах, и поэтому нам кажется кругом законы, кругом власть и так далее. Но на самом деле это вот только для нас, чтобы мы не дергались, не рыпались, вроде какие-то законы есть. Вот, хотя мы живем скорее по законам божеским, чем по их законам, потому что их знать невозможно. По их законам нас просто гнобят. А для вот этого слоя, который оторвался, уже сформировался в какую-то другую сущность, никаких, то есть, все то, что мы считаем реальным, все это является фикцией. Поэтому ожидать войны, то есть, она уже идет, она уже состоялась, мы уже, ну, говорили, что мы проиграли холодную войну, но мы и дальше, мы проигрываем каждый день. И вот этот вот чудак, который считает себя президентом, ну что же, как он президент? Он не управляет страной. Реально не управляет страной. То есть, как-то, я не слушаю его, потому что это бесполезно, но иногда, как-то переключаешь, там, какие-то новости, какая-то фраза влетает, ты думаешь, это что, это с таким интеллектом, даже там, своей квартирой, наверное, управлять невозможно. Ну, просто ахинею какую-то говорит, вот, такие, бытовые какие-то соображения, взять с улицы человека, посадить перед камерой, сказать, ну, скажи чего-нибудь, вот примерно на этом, на этом уровне разговора идет. Вот, а наша задача, вот, следующая, я понимаю, там, религиозная пропаганда, кажется нам, что это, я думаю, что нам кажется, что это может быть основа, потому что, у нас, ну, может быть, не знаю, у вас, может быть, есть какой-то навык проповеди писания, но это вообще-то профессия, то есть, этому учат довольно долго, надо много чего запоминать, и не только запоминать строки из писания, но и все логические цепочки от какого-то события бытового, которое случается, или политического, или какого угодно еще, до строки в писании, которая, как бы, расшифровывает, что произошло, и как к этому относиться, то есть, это сложная интеллектуальная деятельность, но она сейчас, то есть, хорошо было бы, если бы были такие образцы, как бы, взял, подхватил, и начал повторять, но те профессионалы, которых научили священство, они же в разрыве живут, от ситуации, они отделились, то есть, они, у них литургия, у них внутри церковная жизнь, у них за оградой, у них все упорядочено, то есть, так, как было, или так, как считается, как было при апостоле, за оградой, они живут так, а в Неограде-то мир абсолютно стал другим, и он им абсолютно неведом, поэтому, если мы ведем религиозную пропаганду, нам надо как-то сшивать догматы христианства, и то, что происходит сейчас, эти новые ереси, новые формы отступничества, новые формы бесовщины, и так далее, нынешние, нынешние священцев с этим бороться не может, оно находится на уровне девятнадцатого века, и все, ну, за малым исключением, может быть, единицы способны что-то, что-то говорить в привязке к действительности, поэтому, получается, что мы, имея, ну, на порядок меньше осведомленность в Писании, нам приходится искать вот эту связь вне зависимости и без помощи священства, и это вот тут я соглашусь, что вот это одна из задач, то есть это нужно делать, но понятно, что мы здесь не сможем выйти на какой-то высокий уровень, и нас там любой священник будет затаптывать цитатами, забрасывать, и мы будем выглядеть довольно бледно, вот, но они бледно выглядят, потому что народ все дальше отворачивается, и вот эта вспышка моды на православие, она прошла, можно сказать, и сейчас появляется мода на отрицание православия, и это катастрофа для московской патриархии, которая живет не за счет прихожан, а за счет олигархии, и за счет оккупантов, и поэтому нам им в этом помогать никак нельзя, то есть мы, конечно, как христиане, как православные, должны проповедовать веру Христову, но не ту церковность, которую нам предлагают, как способ отвернуться от действительности, уйти в церковь, превратиться в такого самопровозглашенного монаха, или самопровозглашенного святого, который все знает о церковной жизни, но ничего не знает о жизни Руси, России, о жизни русского народа, и что со всем этим происходит, то есть превратиться, вот отделиться, то есть самоспасением, вот вы повторили то, что фразу, которую приписывают Серафиму Саровскому, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, но это как бы не его фраза, это фраза, переданная теми, кто был вокруг него, и вроде бы они как это слышали, вот, но эту фразу хорошо бы правильно понимать, если тысячи не спасутся, сам ты не спасешься, вот, если сам себя будешь спасать, не спасешься, ты тысячи должен спасти, тогда, я думаю, что иначе, то есть это не эгоистическая такая форма, ну, вы как хотите, я спасаю себя, а если я себя спасу, то автоматом там заччется, и всем остальным, вот, я думаю, что это как раз не эгоистическая трактовка должна быть, это, этого, этой фразы, а напротив, то есть спасая себя, ты и тысячи спасать должен, то есть твое спасение, в спасении этих тысяч, спасать себя, и мы в этой, в такой сложной ситуации находимся, в том числе и в собственной мозге, раздрызганной, уже действительно какая-то усталость, не только у людей, которые там с работы домой, из дома на работу и так далее, но и у тех, кто занимается политикой, ну, смотрите, все, все уставшие, все уставшие, кого мы знаем, все, все устали, все разуверились, все считают, что ничего не выйдет, ничего не получится, устали от безвыходности, от безвыходности, я думаю, что это такой своеобразный психологический комплекс усталости, потому что на самом деле, и даже мозг-то не устает, то есть это устает психика, а мозг не устает, там нет болевых точек, чтобы они начали там зудеть и так далее, устает психика, утомляется, человек действительно от того, что не видит результата, и не видит, то, чем он занимался, не приносит результата, а чем еще заниматься, мы вот друг друга спрашиваем, а чем мы должны заниматься, чтобы был результат, а у меня же рецепт, вот то, чем мы занимаемся, это и даст результат, только мы не знаем, когда, и вот религиозное как раз сознание, оно должно нас подкреплять, что мы можем на своей жизни и не увидеть этого результата, и мы вообще не знаем, как наше слово отзовется, и мы должны продолжать заниматься тем, чем мы занимались, там, малым числом, малым стадом, будет расширение, это не от нас зависит, и сколько бы мы усилий не предпринимали, даже слово истины, вы же знаете, что и Христа за слово истины гнали, и нас будут гнать, как вы говорили, и слушать будут, сейчас и слушать не будут, а будут только гнать, а когда слушать начнут, мы не знаем, мы не знаем, ну просто надо стоять в своей позиции и продолжать делать то, что мы делали, вот и все, не отчаиваться, не разочаровываться, и не отступать.